привет вас это вот видео в виде лекции будет длинновато постараюсь сжать но сложно сжать я хочу рассказать про все так сказать про всю подноготную дохода госбюджета украины для чего хочу сделать ну первых я думаю вы любознательны вам будет интересно узнать как же формируется доход госбюджет украины что здесь такого спрятано мало того есть меня всякие надежда что наш премьер-министр министр депутаты и ряд экспертов посмотрят мои видео и перестанут говорить чушь ну что некоторые случаи когда я слушаю что говорят некоторые эксперты некоторые наши министры понимаю что люди даже не пытались разобраться что такое госбюджет украины как он формируется от чего зависит и такую несут галиматью несет чушь особенно когда они рассказывают какие они реформы будут делать это не может сработать почему ну потому что структура совершенно другая вы рассказываете про структуру доходов которые в украине нет они очень удивляются так что я надеюсь вы внимательно послушайте посмотрите ну и когда уже следующий раз будете слушать выступления наших супер реформаторов сказать нет это не сработает обращаю ваше внимание смотрите вот такая табличка что есть такое понятие сводный госбюджет украины он состоит из доходов госбюджета украины и доходов местных бюджетов всего 2020 год после всех изменения реформ и так дальше запланировано сводный госбюджет украины должно поступить 1,4 триллиона гривен по этой причине когда я слушаю разные разговоры где можно найти деньги для реформ в украине что надо немедленно урезать зарплату по чиновнику который получает 300 тысяч я говорю бред и чушь знаете почему это потому что даже если вы прекратите платить 300 тысяч вы сэкономите миллион за миллион ничто абсолютно еще бредовые я слышу разговоры давайте легализуем игровой бизнес это госбюджет украины принесет 3 миллиарда гривен год чушь бред и так дальше еще раз прощаю ваше внимание миллиард в украине никакой ценности уже не представляет доходы госбюджета украины составляет 1,4 триллиона гривен по этой причине миллиарды ну никак не помогут даже если вы там сэкономите каких-то 2-3 миллиона вообще ничего не помогут надо же думать головой а не фантазировать вот мы сэкономим что вы смотрите это только доходная часть и расходы мы не рассматриваем и так все внимание на экране все конечно слышали разговоры по поводу того что у нас децентрализация теперь посмотрите табличку в самый низ 78 процентов всех доходов сводного госбюджета украины поступает в правильный центр и 22 процента остается местным бюджетом до децентрализации там был показатель 20 процентов я не спорю 2 процента добавили но бог свидетель назвать это децентрализацией не серьезно вообще у нас есть такая привычка когда люди в оппозиции они рассказывают как только мы придем к власти мы сделаем реформы мы сделаем так что 50 процентов налогов будет оставаться на местах как только пришли к власти все передумали и обратно 78 процентов или 80 процентов идет центр а на местах чуть 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 в европе там тоже немножко по разному есть страны где большая часть идет центр например франции и страны где большая часть остается на местах например фрг сказать где наиболее оптимально сложно но с точки зрения теории было конечно справедливо если 50 процентов дохода оставалось на местах а 50 и шло в центральную ну понимаете одно дело пообещать а другое дело отстал бы я министр финансов не 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 все ко мне потому что когда деньги идут центр тогда я им распоряжаюсь да я там областям районам немножечко денег даю не бесплатно за взятки конечно это же приятно а если действительно налоги будут оставаться на местах а я что ж буду делать за счет чего я буду жить вот такая ситуация по этой причине смотря на все разговоры про децентрализацию еще раз всем обращаем внимание большая часть денег идет киев центр на местах остается очень мало денег и по этой причине действительно местные бюджеты не могут самостоятельно не ремонтировать школы не больницы не платить зарплату врачам не могут очень мало денег причем это не просто ну как бы скажем а так ну это традиция это вот так вот работает не лозунги это все красиво на практике не работает а теперь давайте более детально посмотрим из чего формируются доходы сводного госбюджета прежде всего это налоги но если грамотно надо сказать налоги и сборы 87 процентов налоги и сборы и так званые неналоговые доходы 13 процентов начнем с налогов и начнем с НДС налога на добавленную стоимость 32 процента всех доходов госбюджета украины это налог на добавленную стоимость самый главный самый важный по этой причине когда некоторые начинают мне рассказывать давайте реформировать я говорю что реформировать собрались я понимаю что не понимают о чем они говорят но дело уже действие но обращаю ваше внимание видите там импортный НДС то есть НДС разделяется импортный внутренний импортный НДС составляет 25 процентов всех доходов госбюджета украины в деньгах это 350 миллиардов гривен миллиардов поэтому когда некоторые люди начинают рассказывать а давайте проводить импортозамещение вы что ненормальные аналоги из чего собирать будете понимаете у нас получилась такая ну я бы сказал бы правительство циничное даже нет такая модель экономики когда любому правительству Украины выгодно чтобы было как можно больше импорта да да то чем больше импорта поступает в Украину тем больше собирается импортный НДС и любому правительству Украины выгодно чтобы была девальвация гривна потому что когда курс 25 а лучше 30 имеем место девальвации гривны импортный НДС зашкаливает доходы госбюджета наполняются замечательно да 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 вот так это звучит цинично что властью выгодно чтобы как можно больше было импорта и как можно выше был курс гривны понятное дело что чем выше девальвация тем больше вы платите желаешь девальвация однозначно дороже импортные товары ну это отдельный разговор это же вы платите по этой причине действительно властью выгодно импорт теперь внимательно смотрим на внутренний НДС это вот интересная вещь ну согласно расчетов получается так что внутренний НДС в этом году поступление составит 261 миллиард при этом 166 миллиардов будет возмещение НДС того останется 96 миллиардов в лучшем случае 7 процентов ничего себе понимаете Украина не только импортозависимая но экспортно ориентирован и здесь другое противоречие мы хотим чтобы было больше валюты ну да значит надо больше экспорта да а если больше экспорта то больше возмещение НДС и ничего не сделаешь понимаете наращивается экспорт наращивается возмещение НДС я понимаю тут сразу сказать а давайте не возмещать тогда мы экспорт убьем вот смотрите на сегодняшний момент классика экспортирует зерно понятно что зерно трейдеры на этом зарабатывают но не 100 процентов оценка 5-10 процентов если вы им не возместите НДС у них автоматически цена на 20 процентов будет выше значит соответственно они или должны прекратить экспорт в некоторых случаях так и происходит или их не ну как бы зерно будет дороже чем конкурент понимаете все страны мира возмещают экспортерам НДС поэтому причине экспорт на целом формируется без НДС если у нас не будут возмещать НДС ну соответственно экспорт будет падать да 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 обращаю ваше внимание что был такой момент когда те кто экспортировали зерно ну в данном случае аграрную продукцию им не возмещали НДС о скажите хорошо давайте стоп но в тот момент был такой нюанс что при производстве зерна не начисляли НДС понимаете что происходит был действительно момент когда не возмещали НДС и не начисляли потом сказали что это все несправедливо неправильно как же так вот продают зерно НДС нет а продают хлеб там НДС это несправедливо надо ввести НДС ввели теперь надо возмещать вот это вот противоречие оно всегда существует да можно действительно не начислять НДС на аграрный сектор тогда не будет возмещения но тогда входящей НДС будет меньше вот вот это и есть проблема вообще по большому счету когда вот смотришь такие таблички начинаешь понимать насколько смешные наивные некоторые наши депутаты министры они это не смотрят и когда начинают они каким-то фантастически рассказывать ребята ну вы посмотрите у нас ну так сложилось и поменять это невозможно даже в ближайшие 10-20 лет что основа наполнения госбюджета это НДС это тот налог который платите вы ты когда идете в магазин покупать товар слова сказано когда говорят гастарбайтерам надо обложить налог не надо потому что гастарбайтеры подчисляют деньги в Украину эти деньги Voilà гастарбайтеры платят налоги в Украине по исключению не надо этих слез, что они не платят. Что бедные пенсии нет. Они платят. И украинцы все платят. На сегодняшний момент госбюджет Украины держится на простых украинцах. Чем больше они покупают, тем лучше правительство. Чем больше покупают импорта, тем лучше правительство. Чем выше девальвация грин, тем лучше правительство. Вот такая циничная модель. Сразу говорю, во многих странах мира она аналогична. В большинстве европейских стран основной источник дохода госбюджета это налог на добавленную стоимость. Россия это отдельно, Норвегия это отдельно. Там давай немножко специфика. А в Польше, да, основной источник наполнения госбюджета это НДС. В Германии НДС, в Франции НДС, в Испании, в Италии тоже НДС. Но кроме НДС есть еще один вредный налог, называется акцизы, который вы тоже платите. Но прежде всего это акцизы на табач, на алкогольные изделия. Как вы видите, в доходной части сводного госбюджета Украины акцизы занимают 11%. При этом акцизы с товарами, которые производятся в Украине, 6%, импортные там 4% и есть небольшая, которая продаваемая 0,4%. Бензин, когда вы покупаете, тоже там акцизы сидят. Смотрите, какая ситуация. Согласно соглашению про ассоциацию, в 2026 году акцизы на алкогольные табачные изделия и в Украине, и в Евросоюзе должны быть паритетны. То есть, двумя словами, на том же самом уровне. Считается, что увеличение ставок акциза, а они каждого-то увеличиваются, наполняет или увеличивает поступление в госбюджет. Не всегда. Да, действительно, увеличение ставок акциза с точки зрения теории должно вести к тому, что больше, больше, больше денег будет поступать в госбюджет. В Украине это ведет к тому, что увеличивается теневая, теневая, теневая экономика. У нас официально каждый год официальное производство табачных изделий и алкогольных уменьшается. Как вы, наверное, догадались, увеличиваются продажи на черном рынке и табачных, и алкогольных изделий. И на сегодняшний день, да, действительно, если бы не наши упрощенцы, не наши контейнерные площадки, то сложно было бы купить паленую водку или контрмандные сигареты. Но не сложно. И действительно, в Украине это и есть противоречие. Увеличить акцизы, но вместо того, чтобы выросли доходы, увеличивает теневая экономика. Ну, что есть, то есть. А теперь, немножко ниже спускаемся по табличке, видите, налоги на доходы физлиц. В общей структуре доходов 22%. Вообще, если посмотреть структуру доходов сводного госбюджета Украины, 32%. НДС на втором месте, налоги с доходов физлиц. 22%. 314 миллиардов. Лихо. Ну, видите, импортный НДС немножко больше. А так, да, 314 миллиардов. Сумма сходите, да? И здесь другое противоречие. Что значит доходы, налоги с доходов физлиц? Зарплата. Чем больше люди зарабатывают денег, тем больше платят налог. Вообще, основной источник, это прежде всего ваша зарплата. Там есть, конечно, налоги, которые сплачиваются с процентов на депозиты, но они влияют, но не главное. И здесь, смотри, какая ситуация. Если повышать номинальную зарплату, а хочу вам напомнить, что у нас сейчас уже, у нас выше 11 тысяч гривен. Были времена, когда она была 4 тысячи. И по большому счету не исключено, что в этом году может быть 12 тысяч гривен. Для правительства выгодно. Вообще, для правительства Украины выгодно, чтобы номинальная зарплата росла, 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 еще раз росла. Почему может расти и как растет средняя зарплата Украины? Прежде всего, повышается минимальная зарплата. Нельзя сказать, что прямо линейно. У нас, когда в два раза повысили минимальную зарплату, говорили, что и средняя зарплата вырастет в два раза. Выросла, но не сразу. На это понадобилось два с половиной года. Потому что все-таки, даже когда повышают минимальную зарплату, бизнес ищет варианты, ну как это немножко обойти. То есть, чтобы заплатить поменьше на полставочки, на чверть ставочки. еще один фактор, который очень хорошо влияет на экономику Украины, гастарбайтер. Гастарбайтер уезжает за границу, у нас падает безработица, и соответственно, номинальная зарплата растет. вот в 2016, 17, 18, 19, средняя зарплата в Украине росла прежде всего за счет роста количества гастарбайтеров. И за счет резкого уменьшения безработицы в Украине. Что было, это было. Ну, сейчас немножко ситуация поменялась, но я вам читаю лекцию и рассказываю, что если увеличить экспорт рабочей силы, в результате, в результате, безработица в Украине снизится, и в результате средняя зарплата в Украине вырастет, и значит доходы сводного с бюджета еще вырастут. Получается для правительства Украины выгодно рост экспорта рабочей силы? Да! Да! С одной стороны, они присутствуют деньги, обеспечивают наполнение госбюджета за счет НДС. С другой стороны, они снимают напряжение на рынке труда и стимулируют рост зарплаты в Украине. А значит и поступление в деньги в госбюджет. Ну, понятное дело, вы скажете, постойте, если кто-то пойдет работать на Теневоре, рынок, да, доля Теневор рынка у нас колоссальная, спорить не буду. Очень многие у нас работают по документам или чверть ставки или полставки и так дальше. Очень многие работают, ну, малый, средний бизнес там очень много официально платят сил и минимальную зарплату, все остальное идет в конверте. Или не идет в конверте. Вот такая ситуация. И по этой причине у нас действительно сейчас такая вот ситуация, когда благодаря налогам с доходов физлиц мы наполняем госбюджет, но если бы все платили, но это нереально, это сразу нереально, там бы было не 314 миллиардов, а как минимум 500 или 600 миллиардов. То есть, грубо говоря, когда говорят, а можно как-то можно, но как вы сейчас заставите украинцев всех светить свою зарплату и всем платить налоги? Ну как? Ну никак. Во-первых, никто не хочет платить налоги, а во-вторых, мы же и так платим налоги, когда покупаем товары, а вы же хотите, чтобы налоги из зарплаты платили? Но что есть, то есть. Основа экономики Украины и основа государственных финансов это деньги физлиц. по этой причине как вы там не крутили, а теперь смотрим другой раздел называется налог на прибыль бизнеса, в идеальном варианте в этом году они заплатят 129 миллиардов. Это 179% доходов всего сводного с бюджета. Мало? Ничтожно мало. Вообще по большому счету налог с прибыли ну он играет роль, не спорю, но не самое главное. Тем более очень часто есть большинство методов как увильнуть эту плату налогу, как не заплатить и бизнес этим занимается. По этой причине когда предлагают давайте поменяем налог на прибыль, на выведенный капитал, не бросьте в голову. Это не проблема. Для бизнеса выплата налога на прибыль не является проблемой. Абсолютно не является. Есть масса методов как сделать так, чтобы налог на прибыль не платить. Что вы голову поручите? Себе люди. Еще раз обращаю ваше внимание, что если посмотреть налог на доход физлиц 314, налог на прибыль 129. У нас модели, ну никто не говорит, что у нас модели экономики такая большая на налогобложение физлиц. Но это факт. Больше всего налогу платят физлица. Бизнес платит меньше. И по этой причине когда время отвечает надо снизить налоги на бизнес, он загибается. Не врите. Надо снизить налоги на население. Он загибается. Бизнес как раз налоги платит очень мало. Но было там немного. Налог на природные ресурсы у нас очень ничтожный. 60 миллиардов 4% в России. Вот в России это очень важно. Налог у нас нет нефти. У нас время была идея а давайте сделаем высокие ретные платежи на добычу нефти, газа. Но он не работает. он ничего не дает. У нас объемы небольшие. Получается что-то проще завозить нефть за границу чем перерабатывать свою если повышать акции в Украине. Не работает. Ладно. Разобрались. Теперь местные налоги. Смотрите. Вот здесь чтобы вы правильно поняли. У нас местные налоги вот это же сами собирает. Плюс большую часть налоги из доходов из лиц остаются на местах. Не все но большая часть. По этой причине ну скажем так мы можем посмотреть а на чем же зарабатывают местные органы власти. Прежде всего налог на недвижимость 38 миллиардов немного немного и наверное вы слышали что в этом году в виде коронавируса этот налог забрали. То есть разрешили не платить налоги. По этой причине местные бюджеты действительно в ужасном ударе. А теперь самый самый главный налог налоги упрощенца ну или ФОП частные предприниматели. Всего за 2020 год частные предприниматели должны заплатить 37 миллиардов это приблизительно 3% от всех доходов сводного госбюджета. Вы конечно помните бесконечные разговоры что наши частные предприниматели их все обижают. Хочу обратить ваше внимание что у нас мало упрощенцев если взять в общей сложности около 40% всех людей работают в тех или других структурах где упрощенцы. У нас столько таких чистых ЧПшников полтора миллиона. И по большому счету действительно довольно много. Довольно много. В тот же самый момент платят мизерно маленькие налоги. Я понимаю что они маленький бизнес. Я понимаю что это небольшие деньги. Но у нас очень много говорят что надо помогать малому среднему бизнесу. Я говорю не надо. Не надо. Вот него наглоги копеечные. Он никак не помогает что загружает работой. Он помогает чем нужен малый бизнес. Квальсификат, контрабанда. Потому что благодаря малому среднему бизнесу работает теневая экономика. Да. За счет малого среднего бизнеса вы можете купить дешевые сигареты. За счет малого среднего бизнеса вы купляете дешевые смартфоны которые будут дешевле чем в стране производителя. За счет малого среднего бизнеса вы можете намутить денег И не платить полностью налоги Вы работаете на крупном Малый и средний бизнес вам помолдение Вот для этого и нужен малый и средний бизнес В основном он занимается на подфате И действительно Сегодняшний момент если посмотреть Ту сумму налог, которую он платит Она мизерная Она никак Никак не помогает Но действительно люди заняты в работе Люди занимаются Различными бизнес структурами Тот же самый момент Я бы не сказал, что очень плохо, что люди не платят налоги Все равно потом если они все-таки Обращаются официально торговлю И покупают импортные товары Они платят Так что то, что они украли там Ну в общем-то вернулось Но действительно Обращаю еще раз ваше внимание Что доходы от упрощенцев Мизерные 3% от всех доходов А разговоры про их очень много Ну прочее пропускаем А теперь не налоговые доходы Но вы много раз слышали разговоры О том, что надо Нельзя протезировать предприятия Они хорошие Я говорю, чушь, бред И так дальше Смотрите Все госпредприятия Украины За весь 2020 год Должны перечислить госбюджет Украины 87 миллиардов Обращаю ваше внимание За эту сумму 81 миллиард Это НБУ Самое дело, что они умудрились уже перечислить 43 миллиарда Гениально Это эмиссия гривны То есть, грубо говоря Доходы Это все Это внах сидит У залезницы Там все Доходы всех госкомпаний Которые так хорошо работают Которые надо сохранить государство Приносят такие маленькие доходы в госбюджет Ужас Но если мы уберем НБУ Потому что НБУ Это эмиссия гривны Это не настоящее мнение То есть, это не доходы То получается, что весь доход Который так или иначе поступает в госбюджет От госкомпаний Составляет 3% дохода Сводного госбюджета Украины Разве это деньги? Это все По этой причине я еще раз говорю Что госкомпании Нужны только, чтобы там заниматься коррупцией Да, действительно Любой директор госкомпании Прежде всего думает Сколько же он украдет И воруют Умные А неумные Мало воруют И тогда у них проблемы со следствием Ну, это закономерно Вспомните Если я директор госкомпании Я понимаю, что никого не интересует Как я работаю Всех интересует Сколько я дам на лапы Это просто Ну, дальше такие забавные Источники дохода Вот, пошли сборы 22 миллиарда Да, ну Понимаете, оно по копеечке набегает Да, да, да Ну, не очень Прочие неналоги Поступления 18 миллиардов Вот там сидят Штрафы Пении И там сидит сумма Которая получена В результате конфискации Ну, например Вы не заплатили налоги Вас взяли товар Конфисковали туда Коррупционера накрыли Конфисковали туда Ну, как вы видите Доходная часть 1% Ну, что-то есть Что-то есть Что-то есть В виде За оказание Государственных услуг Вот там сидит 52 миллиарда Скажите Не хочу платить Надо платить Не, ну не скажу Что большие деньги Но Действительно Получается Какая ситуация Что Все Госструктуры Приносят Госбюджет Дохода Больше Чем все Госкомпании Хотя Госкомпании Полутищие Должны И не реверить прибыль Нет Госструктуры Больше И Самое Забавное Это Зарубежная Финпомощь Ой, Боже Как у нас Любят говорить Про Финпомощь Ну, там 3 миллиарда У нас Рассказывают Что Евросоюз Дал денег США Дал денег Да никто Там не дает Там 2-3 миллиарда Гривен Гривен Кипей Доход Кто Это Рассказывает А вот Тут нам Выделяют Ребята То, что Я вам Рассказывает Выделяет Это Ненастоящие Деньги Это Чаще всего Какие-то Ну, как бы Зачеты Перезачеты Рассказывают Настоящие Ни их мизеры Не дают Нам денег Европейцы Американцы Не дают И не будут Давать Основной Источник Наполнения Госбюджета Это Деньги Ваши Ну, надеюсь Вы все Поняли Посмотрели Не будете После этого Не рассказывать Что Давайте Мы Немедленно Снизим Налоговую Давление Или Как можно Облагать Таким Высокими Налогами Частных Предпринимателей Да, ребята Вы Платите Налоги С вас Много Берут Деньги Поняли Такая Ситуация Пишите Комментарий Комментарий Комментарий